МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сы отступают. Уже завтра у Беларусь придя от лиха. Заховаем спадшину разом. У музея Палацево-Паркового ансамбля презентовали новые поступления. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Гомельской областной клиничной больницы открылись два новые отделения. Аллергологичная и таракальная. А под водогетуль находились у туберкулезных диспансеров. После открытия летость новых корпусов детской больницы на Жарковского у областной вызвалились целые поверхи. На их головное управление Аховы здоровья Аблвыконкама выросло разместить так необходимое тут отделение. Марина Джалая с подробностями. Кожное отделение различено на 50 пациентов. А с находжением тут специалистов разных профилей сделать диагностику и лечение больше оперативным и эффективным. Свежий ремонт, просторные палаты. Лечиться в комфортных умовах не так сумно. Многим пациентам необходимо проводить в больницах шмат часу. Рыма Кучина у аллергологичном отделении не в першиню. Некольки годов тому мазыранку уджалила оса. Яд на сякомага выкликау тяжкую аллергичную реакцию. С тягом часу аллергия почала проявляться на леке и ежу. Зараз треба регулярно проходить лечения. Лечит меня тут. Хорошо помогает. Поэтому не приезжала, если бы не помогала. Врачи хорошие, доброжелательные, грамотные. И такие вежливые. И вообще весь медперсонал вежливый, заботливый. Мы все больные довольны. Максимальности обследования и лечения пациента у новом аллергологичном отделении не пораунально лепшие. Поширилась, например, лабораторная диагностика. Доступным стало консультование пациентов с подорожными захворываниями. У областной клинической больницы есть литерально все специалисты, необходимые аллергологам при лечении своих пациентов. Эндокринологи, гастроэнтерологи, лоры, хирурги, стоматологи. И это еще не все. Сказала, есть очень хорошая возможность проводить методы токсикации организма. То есть, когда тяжелые пациенты поступают к нам с лекарственными заболеваниями, раньше возможности не было. Сейчас мы можем провести блазонферию, асогимосорбцию. То есть, это, конечно, ускоряет сроки выздоровления. Естественно, пациенты таки, так сказать, поправляются быстрее. И им, ну, как сказать, качество жизни их улучшается. Так они вот у нас недели две лежали. Сейчас вот мы будем надеяться, что за неделю сможем мы с ними справиться. А это новое таракальное отделение. Тут проводится хирургичное лечение захворываний и травматичных пошкоджений органов грудной клетки. Сюда и несколько дней тому трапил гомельчанин Алексей Маслов. Мужчина вертался с работы, ганок был покрыт льдом. Подвернулась нога, и Алексей упал. Вельми не удало – взломал ребры. А яны проткнули легкое. Пришлось экстра нарабить операцию. Сломал четыре ребра, повредил легкое. Быстро доставили, быстро оказали помощь. Так что оказали квалифицированно. Хорошо. Как вы теперь себя чувствуете? Ну, уже гораздо лучше. Хорошо, иду на поправку. Может, уже скоро и выпишут. И когда у Алексея Масловых это была первая операция, то у гомельчанки Антонины Глуховой – пятая. Жанчина пошла на штоходовую флюорографию, сдымок показал изменения у легких. Пришлось отдать сгоду на госпитализацию, и не в забаве – на диагностичную операцию. Ее выники покажут, якого характеру новоутворение. Мне очень, в общем, понравилось. Я здесь первый раз, и я обижаться никак не могу, потому что ко мне отнеслись очень хорошо. Высокотехнологичные методики хирургичного лечения, которые используются в том лику в теракальном отделении, потребуют одночасовых уделов операций урачов разных специальностей. А кроме того, при травмировании людей часто диагностуются поли травмы. И поспех лечения залежит от того, те окажутся в этот час побольше с пациентом, специалистами, потребных о профиле. За год праздделение будет проходить каля полутора тысяч пациентов. 70% – необходное хирургичное вмешательство. Половина из произведенных операций относятся к категории малоинвазивных с использованием лапароскопической техники. И опять-таки, надо сказать, большую благодарность нашему областполкому, главному управлению здравоохранения областполкома. На этот год запланировано выделение финансовых средств, достаточно больших для приобретения оборудования, именно для тракального отделения, чтобы помощь профессиональная была оказана на еще более высоком профессиональном уровне. Открытие новых отделений в ГТС – не все, что заплановано в Гомельской областной клинической больнице на этот год. Кировничество медустановы каже, что все лето тут сделают шарговые кроки в развитии отделений и умыцовании материальной базы. А мы будем сочыть за всеми изменениями и адлюстрировать их в репортажах. Марина Джалая, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Шарговый мини-кермаш вакансий против Гомеля в Сираду 30-го студеня. С горожанами, ожидающими знайсти працу, сустренутся представники широкого предприемства. У приватности – это Гомель-Дрэл, завод станочных вузлов, будовничное управление номер 4, компания «Делкам-40». На мероприемстве будут так само присутничать члены постоянно дзеющих комиссий по координации работы по саденничеству и занятости насильництва. Мини-кермаш пройдет 30-го студеня с 10 до 12-го годин во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвы Конкама по улице Пролетарской, 18. Больше за 450 тысяч квадратных метров лета – ямаль 500 тысяч селета. У Комитета по архитектуре и будовничеству Гомельского гарвы Конкама подвели выники будовничества жилья в минулом году, а так само подделилися планами на 2019-м. Для грамадян, которые имеют потребу в поляпшении жильевых умов, в 2018-м призначалася половина квадратных метров. 160 тысяч будовалось с использованием государственной поддержки, это на 15% больше, чем плановалось. Так само за сроки областного бюджета введено в эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров арендного жилья. Все это акцент будет сделан на его будовничество в невеликих городах. Каля 100 тысяч квадратных метров побудовано на коммерциейной основе. До приклада, в Гомеле появились 12 новых шматкватерных жилых домов. Уже в этом году жихарам региона пропоновано 540 квадрат в областном центре. На этот год у нас минимальный план 475 тысяч метров квадратных. В этом году будет на счет строительства более чем 90 жилых домов. В прошедшем году мы ввели 60 домов в эксплуатацию. И также сделан упор на 2019 год. Это индивидуальное жилищное строительство, развитие индивидуального жилищного строительства. Проведен областной семинар со всеми райгурисполкомами в части увеличения объема индивидуального жилищного строительства, привлечения подрядных организаций строительства под ключ строительства индивидуальных жилых домов путем крупнопанельного домостроения. Поэтому каждый желающий И в свой может обратиться райгорисполком, местную администрацию. Активно ожитивлялось будовинство жилья и в Российской Федерации. Экспорт по выниках 10 месяцев 2018 года склав омаль 24 миллионы долларов. Узведено больше за 40 тысяч квадратных метров жилья. Работы проводились в Обнинске, Курске и Колузе. В двух опошних городах будовники протягнуть, працевать и селета. Сельские школьники с Гомельской области стали частей перемогать на региональном этапе Республиканской Олимпиады по вучебных предметах. Все лето дипломы отримали больше, как 20 наученцев звездок региона. В минулом году было 15. Третий этап Республиканской Олимпиады пройшел поспехово. Удел у интеллектуальным споборностей примали свыше тысячи школьников. Прикладно 100 из их сельской местовости. Олимпиада проводилась по 17 в учебных предметах. У першиню по физичной культуре и здоровье. Найбольшим популярным предметом у школьников Гомельской области стала математика. Усяго по выниках регионального этапа Олимпиады дипломы отримали 460 наученцев. Радует то, что с каждым годом увеличивается количество ребят сельской местности. В этом году их стало 21. Это больше, чем в прошлом году. И по результатам Олимпиады сельские школьники показывают знания наравне и с городскими школьниками. Добиваются прекрасных результатов. Имеют дипломы 1, 2 и 3 степени. Это нас радует. Заключенный этап Республиканской Олимпиады пройдет с 25 по 29 соковика. Нашу область на им представят 210 школьников. В составе команды представники установы дукации из 13 районов в области города Гомеля, а так само Гомельского и Мазырского областных лицеев и лицея МНС. Лепшие у химии, биологии и працовным навучанье будут оборонять гонор регионов в родных стенах. У дельников Республиканской Олимпиады по этих предметах примут Гомель и Жлобин. На смену морозам пройдет от лига. В ближайшие дни умовы на дворья будут вызначать теплые поветранные массы, которые поступают с полдневого захода Европы. Температура поветра будет на 5-7 градусов, высшая за климатичную норму. Наглядячи на то, что в ближайшей ночи в регионе слупок термометра опустится до отзнаки в минус 11, уже завтра в день будет каля нуля. Не обыдется без опадков. По часу сего працовного тыдня прогнозуется мокрый снег. Температурный фон на протягу суток захавается на узровне от нуля до двух градусов тепла. Новое поступление у музейные фонды Палаца Румянцевых и Паскевича представили на огляд. Экспозиция стала своего рода с правоздачей перед наведывальниками музея за минулый год. Евгений Кухаронак с подробностями. Дякуючи необъяковым же храм Гомельской в области, и не только, у музей на заховании что год поступают самые разнастайные артефакты. Статус музейных предметов в 2018 году набыли фотографии и документы, предметы побыту, стародрукованы и рукописные книги, иконы, творы сучасного выявленча и декоративно-прикладного мастаства. Сегодня все это залечено в Музейный фонд Республики Беларусь. По мерковании дарителя, именно так должна заховаться история. Владимир Владимирович Троп среди архива бабушки нашел акварельные рисунки и работы, выполненные маслом, работы этюдного характера, посвященные нашему городу, посвященные нашему дворцу и нашему парку. И, вы знаете, очень трогает душу работа, которая была написана Идой Зеликман 22 июня 1941 года. На выставе можно убачить и предметы, что прошли рестаурацию. Специалистам удалось максимально одновить их и вернуть до життя, теперь уже музейного. Как говорят, что перед старыми вещами мы иногда становимся на колени. Так вот, по долгу службы чаще всего это делают реставраторы, потому что перед тем, как приступить к реставрации, они о предмете должны знать все. В 2019 год для Палацево-Парковых ансамбля юбилейный установ исполнится 100 годов. Супрацовники сподзяются, что все летние поступления у музейные фонды будут еще больше знаковыми. Евгений Кухарунак, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и смотрите за эфир. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Рогачевской центральной больнице, накануне не приходя в сознание, скончался 46-летний мужчина, попавший в минувшую пятницу под поезд. По информации транспортной прокуратуры, в 11 часов вечера, в момент прохождения товарного поезда по станции Рогачев, мужчина стал переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу в непосредственные близости от локомотива. Машинист сразу же подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но мгновенно остановить многотонный состав не представлялось возможным. Мужчина получил множественные телесные повреждения и в состоянии комы был госпитализирован. Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался нигде не работающий 46-летний местный житель. Известно, что мужчина не страдал психическими заболеваниями и не имел проблем со слухом. Медики сделали все возможное. По факту гибели Рогачевский район отдел Следственного комитета проводит проверку. В областной транспортной прокуратуре также отметили рекордное снижение непроизводственного травматизма на железной дороге. За прошлый год 11 случаев против 16 за 2017-й. Еще один трагический случай произошел накануне в Жлобине. Во дворе частного дома под машиной погиб местный житель. Двое мужчин производили ремонт коробки переключения передач в автомобиле Рено. В момент, когда одному из них надо было куда-то ненадолго отойти, другой находился под машиной и откручивал коробку. Автомобиль сорвался с деревянных упоров и смертельно травмировал 38-летнего мужчину. Машину подняли, но от полученных травм мужчина скончался на месте. Алкоголя в крови погибшего эксперты не обнаружили. Следователи проводят проверку. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. Не поделили проезжую часть водителей в Речицком районе. 51-летний водитель управляет автомобилем Порш и, двигаясь со стороны города Речиц в направлении города Светлогорска, при совершении маневра обгон не убедился в безопасности совершения маневра. Выехал на полосу встречного движения, где совершил касательно столкновение с автомобилем Ниссан под управлением 56-летней женщины-водителя. В результате происшествия женщина с травмами была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. У хоккейного клуба «Гомель» сменился главный тренер. Клуб возглавил 44-летний Сергей Стась. Его представили команде после поединка с юностью. Последние два сезона белорусский специалист работал в Минском «Динамо». Однако в ноябре его отправили в отставку вместе со штабом городе Дуайра. Стась уже работал в «Гомеле» в сезонах 2015-2016 и 2016-2017. На ближайший выезд в Гродно на матче с Неманом он отправится вместе с командой. Международный сбор объединил совместные тренировки, методические занятия и судейский семинар. Среди участников – победители и призеры мировых первенств. Всего 150 человек. Мастер-классы проводили чемпионка мира по Кио Косинкай, россиянка Анжелика Сабаева и японские инструкторы Такую Казава и Катара Ямашита. На мастер-классах были спортсмены разного уровня подготовки. Они приехали из всех регионов Беларуси, России и Украины. Подобные сборы, мероприятия регулярные. Например, в «Гомеле» ежегодно проводится зимняя и летняя школа каратэ. В них участвуют и зарубежные мастера. «Гомельская школа Кумите» – старейшая в Беларуси. Такими достижениями похвастаться пока не может ни один другой город страны. Достижениями «Гомельской школы» в Кумите пока никто не может похвастаться. Лучшими, по крайней мере. Были ребята там, котисты, хорошие из других регионов. И бойцы хорошие из всех регионов. Но на сегодняшний день все-таки «Гомель» у нас лучшие титулы, скажем так. В марте «Гомель» примет Кубок по Лесе. А в апреле состоится детский международный турнир «Дружба без границ». Лучше отправиться защищать честь страны на чемпионат мира в Берлине. Чемпионат Республики по дзюдо среди юниоров и юниорок на 21-го года прошел в Могилеве. В первый день первенства дзюдоисты Гомельской области завевали три медали. Егор Трухан занял первое место. Сергей Окунев и Сергей Короткевич – третьи места в своих весовых категориях. Девушки завевали три золотых и пять серебряных медалей. Анна Буракова, Полина Слесаренко и Дарья Григорович победили. А Мария Глеза, Ангелина Демковская, Валентина Трошко, Мария Сидоренко и Виктория Новикова стали вторыми. В общекомандном зачете Гомельская область оказалась на первой строчке турнирной таблицы. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова